Еще 10 лет назад на такие автомобили никто бы не подумал устанавливать ГБО, но сейчас 2020 год, уже есть новое поколение и скоро будет уже еще более новое поколение Мерседесов С-серии, С-класса. И мы поговорим о том, какие есть сложности и нюансы по установке газового оборудования на такие машины. Почему устанавливают ГБО? Потому что у них расход от 15 до 30 литров в зависимости от того, где он эксплуатируется. Поэтому многие задумываются, это уже третьи или четвертые руки, то есть четвертый хозяин такого автомобиля задумывается о том, как можно сэкономить на топливе. И здесь есть очень много нюансов, потому что такого класса автомобиля имеет очень развитую инженерию. Мы с вами на канале ГБО технологии и сегодня будет рассказ о Мерседесе С-класса, 221 кузов с двигателем 5 литров, 273 мотор. Мерседесе С-класса И в чем сложность в принципе всей этой идеи. Изначально автомобили Мерседес это автомобили премиум класса, представительского класса и считаются мавитоном. Установка газового оборудования на автомобиль, который покупается в автосалоне за 150 тысяч долларов для того, чтобы сэкономить 2 или 3 тысячи долларов. Но со временем, когда проходят первые 2-3 года эксплуатации и после того, как автомобиль выполнил свою представительскую функцию, его стоимость значительно падает. Так, на рынке такие автомобили могут иметь цену 20-25 тысяч, иногда даже меньше, в зависимости от состояния. И соответственно, при всей своей внешней привлекательности они становятся доступными по цене для среднего класса пользователей. При этом обеспечивают невероятный комфорт, плавность хода, динамику. В общем, это очень интересное соотношение. При этом вся технологичность, пускай и 10-летней давности, она все равно имеет значение. И когда вы хотите устанавливать ГБО, к Мерседесам изначально нужно относиться с крайне высоким уважением. То есть вы должны очень трепетно и уважительно относиться к технологиям и решениям, которые реализованы в этом автомобиле. Ни одного элемента и конструктива нету непродуманного. Все делается на высшем уровне для того, чтобы удовлетворить самые высокие требования своих клиентов. Поэтому, когда вы пытаетесь интегрировать какой-либо компонент в моторный отсек, в кузов этого автомобиля, нужно понимать, насколько он будет совместим с тем, что есть уже. Когда устанавливается ГБО, возникает вопрос, насколько будет функционировать без проблем и без сложностей это оборудование. Для начала мы вам покажем, как это выглядело на этапе разборки, сборки, то есть проработки решения. Я специально снял кусочек по тому этапу, когда мы все демонтировали. И вы можете это оценить в этой части ролика. В частности, в данном случае ко мне приехал автомобиль уже с установленной системой. И нужно было произвести некоторые ремонтные работы ему. Поэтому на официальном сервисе поменяли впускной коллектор. И после этого стала задача запустить оборудование назад. И вот возник вопрос, а как его вообще запустить и какие нужно предпринять меры, чтобы это все оборудование работало корректно. В моторном отсеке вообще реально некуда руку просунуть. А подключить и согласовать систему охлаждения, электропитания и все эти крупные узлы установить, это тоже отдельная задача. Обычно механики над этим вопросом не особо думают. Либо им не хватает квалификации. И начинаются вот такие вот проблемы, что Мерседесы довольно представительные классные машины. Начинают очень плохо ездить на газе. И люди начинают плохо думать о газобаллонном оборудовании. Хотя на самом деле в этом нет никакой проблемы. Надо просто продумать те конструктивные вещи, которые будут здесь. И для того, чтобы вам было нагляднее, я опять же показываю степень проработки моторного отсека на этапе подготовки к повторной установке ГБУ. Итак, мы имеем одну основную проблему в этом двигателе. Это большая термонагрузка. Со временем, когда автомобиль выходит в долгую эксплуатацию, это 200-300 тысяч километров, начинают страдать пластиковые детали и резиновые уплотнения. Мы, когда начинаем работать с такими автомобилями, всегда предупреждаем клиентов о таких вот неприятностях. А именно, у нас часто ломаются разъемы пластиковые, у нас выходы, штуцера, в общем, все эти вещи, условно, такие моменты, разъемчики. Все это требует особого внимания. И резинки, и пластиковые компоненты тоже требуют особого отношения и часто замены. Поэтому, когда вы приобретаете такой автомобиль по сходной цене, условно, за 10-20 тысяч долларов, нужно понимать, что для того, чтобы его привести в божеский вид, еще нужно будет потратить солидную сумму. Иначе вы будете всегда эксплуатировать его в ненадлежащем состоянии техническом. То есть, радовать он у нас так же, как первого хозяина, не будет. У нас есть коррозия по нашим элементам газовым. У нас есть прилегание поверхности. То есть, все это нужно вычищать, нужно новые прокладки использовать. Иначе будут подсосы, и автомобиль будет ехать крайне неприемлемо. Я могу сказать, что такие двигатели, мне, как настройщику, настраивать очень приятно. Почему? Соблюдая все правила и требования по подаче топлива, эти двигатели настраиваются за 5 минут. Как на рельсе становятся и очень активно ездят, радуют человека на протяжении очень долгого времени. Но если вдруг допущены были неточности, а неточности, они были связаны, условно, с халатностью механика, или с незнанием, или, скажем так, непредусмотренные моменты, не посоветовавшись с мотористами, которые эксплуатируют такие двигатели, у нас возникает проблема. Он перестает работать стабильно. Любой пропуск воспламенения отключает цилиндр. Его можно обратно включить только при перезапуске. В данном двигателе есть вентиляция катализатора, есть изменяемая фаза газораспределения, есть теплообменник масла, есть очень много контуров по системе охлаждения. И все это необходимо брать во внимание, когда работаешь с таким вот двигателем и таким автомобилем. И, как вы видите, здесь реально очень мало места, при том, что часть уже элементов была демонтирована. Когда начинаешь монтировать оборудование в таком вот тесном пространстве, нужно учитывать, как будут проложены трубопроводы, топливопроводы, электропроводка, газовые форсунки. Вообще все это нужно аккуратно устанавливать. Нужно понимать, что данные автомобили, кроме газобаллонного оборудования, еще обслуживаются в обычном сервисе. И зачастую механики отказывают в обслуживании таких автомобилей с ГБО, потому что это сущий ад в плане эксплуатации, когда газовщики не предусмотрели обычные процедуры, нужно механику с нормированной работой делать в два раза больше действий, причем часто за них не платят, для того, чтобы просто приступить к смене масла, сливу масла или замене уплотнительных каких-то соединений или цепей. Поэтому часто идет очень плохая молва об установке ГБО на такие двигатели и кузова, но это связано больше с отношением непосредственно отдельных лиц, чем с самой концепцией установленного ГБО. Ну а сейчас мы с вами посмотрим на то, как это выглядит уже в конечной версии. Я прокомментирую конечную реализацию, на то, как она влияет на полноценный функционал двигателя и газовой аппаратуры. Крышечки здесь нет специально, чтобы можно было оценить всю ситуацию. И здесь акцентирую на том, что оборудование стояло уже 5 лет. Оборудование установлено в 2015 году, а видео снимается в 2020. И мы в 2020 году вносили некоторые корректировки. На что нужно обратить внимание, когда вы работаете с автомобилями Mercedes. Здесь во многих местах не просунешь руку. И когда начинаешь устанавливать вот такую вот деталь, ее разместить можно только в очень таких уникальных точках. И самое главное, необходимо, кроме всего прочего, подвязать остальные элементы. Это электропроводка, это шланги подачи, то есть система охлаждения охлаждающей жидкости. Это топливопроводы. Здесь очень маленькие расстояния между выхлопной системой. Поэтому это все необходимо скомпоновать. Кроме всего прочего, здесь у нас есть одна довольно существенная сложность. У нас сложность заключается в том, что вот этот вот фильтр, это корпус воздушных фильтров, они сидят очень тесно. И здесь есть вариант того, что либо его поднять чуть выше, и разместить здесь форсунки, либо разместить их в другом месте. Мы пошли в этой ситуации на некоторый эксперимент, который завершился успехом. Мы разместили форсунки ближе к моторной перегородке. И сделано это было для того, чтобы обеспечить хорошее прилегание корпуса воздушных фильтров. Почему? Потому что вот эта вот защелочка расходомера, если она не защелкивается, расходомер начинает подсасывать воздух, идут задиры и выходит из строя сам по себе расходомер. Это очень важная особенность, которую нужно учитывать. Длина шланга в данном случае компенсировалась программно. В оборудовании BRC есть возможность при резком нажатии педали газа или при сбросе увеличивать или уменьшать подачу топлива. Сами по себе остальные компоненты, они расположены таким образом, чтобы сервис автомобиля в газовой части и в бензиновой можно было производить без особых сложностей. Фильтр жидкой фазы и фильтр паровой фазы, который меняется регулярно раз в 10, желательно 8 тысяч, ввиду того, что расход может быть существенный. А здесь он стоит один. Вот такая у нас история об этом автомобиле. Порядка 30 рабочих часов было потрачено на переделку данного решения. Но в конце концов, что мы получили? Стабильную динамику, стабильное поведение двигателя во всех режимах, устойчивый холостой ход, плавный и быстрый переход с бензина на газ, когда двигатель прогревается, отсутствие каких-либо утечек, отсутствие запаха газа. В общем, все основные элементы комфорта и функционала были соблюдены в этом решении. Дальше мы с вами чуть-чуть проедемся. Я прокомментирую по топливным коррекциям, по тому, как себя ведет газовая аппаратура. И после этого мы уже будем передавать автомобиль заказчику. Конструктив этого автомобиля заточен на то, чтобы те, кто ездит в нем, как за рулем водитель, так и те пассажиры, которые в нем ездят, испытывали максимальный комфорт. Никаких резких движений, никаких резких торможений здесь делать не хочется. При том, что когда он едет по трассе, то есть когда у него идет обычная крестовская езда, вот я еду сейчас со скоростью 60 км в час, у меня расходомер показывает моментальный расход в 10 литров. Если я буду сохранять скорость в рамках 110-130 км в час, расход топлива будет очень несущественным. Другой вопрос заключается в том, что эти автомобили очень много ездят по городу, и когда ты ездишь по городу, внушительная масса и сам по себе алгоритм создания комфорта внутри салона для тех, кто ездит, то есть для пассажиров, он очень энергозатратный. Соответственно, каждый старт, он будет провоцировать повышенный расход. Поэтому в городском цикле 20-25 литров на сотню для такого мотора это вполне стандартное значение. Именно поэтому часто люди обращаются по установке ГИБО, если они ездят в городском цикле. Так, я бы, например, если бы у меня были бы там командировки, и я ездил со скоростью 110-130, что в принципе у нас не особо сейчас практикуется на таких автомобилях, хочется ездить быстрее. Они аэродинамичные, у них хорошо настроена подвеска, она пневматическая, в общем, жесткость меняется, и высота подъема кузова меняется. Можно ездить смело со скоростью 150-160, там, конечно, расход возрастает литров до 17-18. Сама практика езды в этом автомобиле такая же самая, как на Инфинити. То есть у вас есть вес автомобиля, вы максимально избегаете ситуации, где нужно применять педаль тормоза, то есть вы катитесь, и у вас вот расход показывает, мы сейчас с вами едем, у нас с вами расход 7,5 литров на сотню. Конечно, когда я буду сейчас останавливаться, расходомер мне покажет, что у меня моментальный расход, то есть он перестает давать информацию, а по факту, когда он работает на холостом, у него расход литров 5-6. С кондиционером, с подогревом сидений, с вентиляцией сидений, в общем, все эти вещи, они энергозатратные. Ну, а с другой стороны, о чем можно говорить? О каких 5-6 литров? У тебя автомобиль стоимостью за 100 тысяч долларов и более. Тебе хочется везде комфорта, тебе хочется уединения, тишины. Внутри салона здесь реально очень комфортно, мы говорим на пониженных тонах. Человек ничем не напрягается, ничем не отягощается, его плавно качает внутри автомобиля. Никакие ямки, мир вообще, в принципе, ни по чем. То есть окружающий, закрылся шторками, включил себе тихонечко музыку и наслаждаешься комфортом. По сути, все эти автомобили, они нацелены на то, чтобы показать, насколько крут ее хозяин. Либо крут пассажир, который заказал себе такой автомобиль. Они ненавязчиво, очень классически показывают превосходство этого человека в отделке салона, в элементах интерьера. В общем, все делается для того, чтобы человек свое эго тешил. И, конечно, получал от этого еще дополнительное удовольствие. На таких автомобилях обычно автопроизводители проводят опробование самых передовых технологий. В чем заключается суть? Все самые современные двигатели, самые современные элементы подвески, конструктив, они проверяются здесь, потому что за эти технологии клиент с удовольствием платит. При этом оборот такого автомобиля составляет 2-3 года. Крайне редко, когда тот, кто купил автомобиль, то есть за те первые деньги, то есть за самые большие деньги, его оставляют больше, чем на 3 года, потому что, по сути, данный автомобиль не является транспортным средством, а является элементом, который подтверждает его статус. Поэтому здесь даже отчасти и ресурс самого автомобиля не имеет значения. То есть он должен проехать свои 200-300 тысяч километров, дальше, по сути, нет никакой надобности сохранять все эти функции на дальнейшие 500-600-700 тысяч. Это выражается в качестве кожи, то есть она более мягкая и, соответственно, более требовательна к уходу. Здесь за многими вещами нужно следить. Так просто такой автомобиль содержать не получится. Если автомобиль такого класса не содержать, то есть по салону, по всем этим кондиционерам кожи, по мойке, черный автомобиль изначально, если каждый день не мыть, то он будет вечно грязным. И это будет сразу видно. Это будет сразу же подчеркивать неряшливость человека. Ну, в общем, за этим всем нужно следить. Если ты не соответствуешь такому автомобилю, то, в принципе, за него не стоит садиться и к нему не стоит стремиться. На вторичном рынке, когда конкретно этот автомобиль проехал уже 257 тысяч, возникают проблемы другого характера. Моторный отсек температурно нагружен. Весь пластик, вся резина, которая находится в моторном отсеке, работает с большими перепадами температур. Речь идет о условном, то есть у нас сейчас на улице плюс 14. Вот он стоит с температурой плюс 14. А когда мы начинаем ехать от нагрева катализаторов и от нагрева двигателя, у нас температура в моторном отсеке может смело возрастать до градусов 120-140. Вот эти перепады, они влияют на сохранность всех элементов. И со временем их нужно будет менять. Со временем, через 2-3 еще года, вся эта конструктивная часть, электропроводка, разъемы, штуцера, выходы, шланги, они будут требовать комплексной замены. Для того, чтобы этот автомобиль вас дальше радовал, нужно будет потратить довольно существенную сумму денег на поддержание функционала. Не каждый на это способен, не каждый на это финансово, не каждый на это согласен. И поэтому автомобили начинают резко стареть, терять внешний вид, привлекательность. И, соответственно, уже они переходят в руки таких совсем-совсем неряшливых ребят. А стоимость такого автомобиля может быть через 15-20 лет 7-8 тысяч долларов. Хотя она большая, крутая. И тут уже тешит эго совсем другой категории человек, у которого есть минимальная сумма денег. И вот он всегда мечтал о Мерседесе. Он себе его покупает и на нем доезжает достаточный ресурс, который составляет 5% от начального. Установка же газового оборудования у меня, например, в этой ситуации, она не шла очень долго. Я, если честно, когда начинал работу с газобаллонным оборудованием, сталкивался с такими автомобилями довольно регулярно и были постоянно какие-то затыки. Делать такие машины нужно с особым вниманием и уважением. Я уже об этом говорил, но заключается оно в чем? Если ты где-то допускаешь неточность, то здесь, например, впускной коллектор имеет очень тонкие стенки. Дальше все эти подсосы воздуха, негерметичность все это приводит к поломкам. Напыление на стенках цилиндра оно само по себе очень специфичное. Если здесь начинаются задиры, то тогда у нас возникает проблема, связанная с масложером. Попитаясь мотор, такое понятно, будет недешево и вы потеряете массу времени на это дело. Никто этим заниматься не захочет. Добавим хватит. хватит. КОНЕЦ Продолжение следует...